Некоммерческие организации о своей работе и перспективах в взаимодействии с властями разных уровней сегодня рассказали на форуме НКО, который был организован на Общественной палатой Ненецкого округа. Подробнее о том, как прошла встреча в материале нашего выпуска. На территории Ненецкого округа зарегистрированы 175 некоммерческих организаций. 74 из них, общественные 9, структурное подразделение всероссийских общественных организаций. 4 общественных движения, также есть общественные фонды, автономные и религиозные объединения и другие. Все они в рамках регионального закона имеют возможность получать господдержку в виде субсидий и грантов. Субсидию на организацию деятельности получило 45 организаций. Департамент оказывает максимально возможную поддержку организациям в их участии в конкурсе президентских грантов. Это тоже одно из важных направлений. Мы сейчас тоже видим серьезный результат в этой работе. Максимальная сумма субсидий до 1 миллиона рублей. Грант до 250 тысяч. Ежегодно наблюдается тенденция как к увеличению мер поддержки некоммерческих организаций, так и рост количества самих объединений. Так, в прошлом году в конкурсе президентских грантов участвовали 12 организаций. 9 из них в итоге получили финансовую поддержку. Один из успешных проектов некоммерческой деятельности – организация ТОСов. Присутствующие на форуме председатели территориальных общественных объединений подтвердили. Работа ведется, но иногда необходима поддержка властей, особенно если организация создается без регистрации юридического лица. Мы можем все-таки на уровне оборока именно разработать механизм поддержки этих проектов. Очередно секретарь. Одно из решений проблемы – создание ресурсного центра, где бы аккумулировались денежные средства для решения организационных вопросов. Некоммерческого сектора, аренда помещений, арктехника и другие необходимые для работы средства и услуги. Поэтому параллельно нужно двигаться где-то к тому, чтобы обречать отчетность и помогать отчитываться тем ТОСам, которые хотят стать юридическими лицами. И с другой стороны, помогать реализовывать те проекты, которые ТОСы делают без образования юридического лица. Еще один удачный пример – некоммерческая организация – Фонд экологического развития Ненецкого автономного округа. В прошлом году ими было заключено более ста договоров с предприятиями и организациями на сбор в турсырья. Кроме того, Фонд на протяжении нескольких лет проводит работу со школьниками по формированию экологического сознания. Закупили мы Шреддер. Он у нас как раз стоит на складе Ангаре для уничтожения архивной документации, которая очень много скопилась в других организациях. У нас уже на очереди 38 организаций, которые желают уничтожить архив. Опираясь на такой положительный опыт некоммерческого сектора, планируется, что работа будет продолжена, особенно в области реализации различных социальных проектов силами НКО при передаче части госполномочий от органов власти региона. Департамент образования, культура и спорта сейчас разрабатывает положение, по которому будет разработан механизм передачи субсидий некоммерческим организациям на реализацию мероприятий, которые до этого реализовывались в рамках госзаданий бюджетных организаций. Кроме того, она отметила, что местные НКО могут привлекать различные ресурсные фонды, участвовать не только в окружных грантах и проектах, но и заявлять о себе на межрегиональных уровнях. Так, например, 1 февраля стартует прием заявок на президентский грант. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова